привет ребят вы на канале ливудский house и сегодня мы поговорим о триммерах о триммере так скажем много говорить не будем на эту тему потому как эта тема очень широко освещена на ю тубе но я для себя составил какой-то перечень действий которые необходимо выполнить при первом запуске триммера и дальнейшего эксплуатации поэтому смотрим дальше сегодня на российском рынке присутствует просто огромное количество различных марок триммеров от дорогих до бюджетных вариантов поэтому изучив информацию в интернете почитав различные отзывы сайты я пришел к выводу что можно на сегодняшний день обойтись и бюджетной косой мой выбор был сделан в пользу немецкого бренда китайского производства марка hunter выбрал косу ggt 2 500 с 2 500 как вы уже наверно догадались это мощность то есть у нас два с половиной киловатта вот смотрим собственно на этот бренд так теперь это просто необходимо осталось собрать на что необходимо обратить внимание в первую очередь в первую очередь при покупке бюджетного китайского триммера необходимо все проверить узлы все узлы имею ввиду подтянуть все болтики гаечки что вы видите все их подтянуть следующим важным вторым пунктом который я уже понял необходимо сделать это в редукторе проверить уровень масла вот вы откручиваете вот этот вот болт первый раз когда вы это делаете у вас редуктор снят вы откручиваете этот болт с помощью с помощью смазки для редукторов чем удобно их пользоваться смазкой потому что у них уже предусмотрен носик с помощью которого легко вдавливать масло в редуктор вы вдавливаете это до тех пор пока вот масло не пойдет с этого отверстия это что касается редукторов масло в редукторе проверять необходимо каждые 10 10 машина часов непосредственно работы третьем третьем что необходимо обратить в триммере внимание это на вал вот который расположен в штанге он все вот эти вот наконечники они обязательно все должны быть смазаны и и сам вал тоже должен быть смазан если масла нет на валу необходимо также вот с помощью смазки нанести пару точек это все с помощью ну с перчаткой желательно это все размазать и чтобы образовалась небольшая пленочка потом как шомпу вы берете вот так вот смазывается это подшипники находящиеся здесь внутри до того чтобы образовалась на валу вот эта тоненькая маслянистая пленочка так в следующем что необходимо нам сделать давайте подлетим поближе это необходимо проверить вот кулачки надо посмотреть чтобы не сильно были затянуты вот эти вот болты как это проверить это с помощью отвертки стараемся раздвинуть раздвинуть вот эти вот кучки они должны отходить видите здесь отходит теперь проверим тут же видите здесь тоже отходит то есть все нормально все нормально поэтому можно приступать к полной сборке еще главное на что обратить внимание у каждого треймера есть такая вот бачок где необходимо разлисти бензин с маслом в данном случае для моего треймера это 40 к дому наливаете вот бензин и тут выбираете свое соотношение масло тут я думаю ничего сложного поэтому приступаем к сборке отправляемся на участок а вот и наши кусты приступаем к окончательной сборке мутокосы сразу хочу обратить внимание косить ножами при обкатке мутокосы ни в коем случае нельзя так как обкатку должна пройти сама механика косить нужно катушка но с минимальным излечением лески 7-10 сантиметров я надел нож только боясь того что катушка не справится с борщевиком и чертополохом которого мне на участке очень много но с ножом я проработал не так долго вскоре заменив его на катушку как полагается при обкатке мутокосы при обкатке мутокосы бензин с маслом надо разводить согласно инструкции по эксплуатации так в моем случае при обкатке это соотношение 1,27 и при ее повседневной эксплуатации 1,40 многие используют бензин с присадками и добавками мустанг пульс энерджи но лучше от этого воздержаться и использовать обычный 92 или 95 бензин с маслом для двухтактных двигателей с воздушным охлаждением так как присадки и добавки плохо воздействуют на сальники они становятся мягкими начиная пропускать воздух приготовленную топливную смесь хранят не более одной недели так как она утрачивает свои свойства и не может обеспечить полноценную смазку поршневой нужно разводить смесь в том количестве которое необходимо для работы если же в баке остались излишки топлива их придется слить завести косло и проработать до полной ее остановки перед тем как приступить к работе с триммером подгоните под себя плечевые ремни и отрегулируйте ручки триммер чтобы все сидело очень удобно и хорошо так как процесс покос отравления быстрый все неудобства быстро скажутся на вас и будут отзываться болью лучше сразу обратите на это внимание многие думают что обкатывать двухтактный двигатель можно на холостых оборотах при этом из расходов 1-2 бочка топлива но это не так при обкатке двигателя на холостом ходу топливо полностью не выгорает на поршневой и насыщей образуется нагар опасность в том что этот нагар может отслоиться и повредить поршневую также на холостых оборотах двигатель лишен полноценного охлаждения как и обещал я приступил к замене диска на катушку у данной модели триммера в комплекте есть катушка но она не надежна скорее всего не рассчитана на мощность 2,5 кВт и поэтому быстро разлетается лучше всего купить новую катушку я выбрал полуавтоматическую катушку чемпион ht-33 ее стоимость составляет около 600 700 рублей косить при помощи катушки лучше в защитных очках чтобы не повредить глаза от летящей травы но не успел я их надеть как меня ждала первая проблема триммер загнул после беглого осмотра я таки не нашел причину по которой мото коса отказывалась заводиться поэтому было принято решение открутить и проверить свечу как и оказалось она была мокрая и вся в нагаре но как я не старался сколько бы попыток не произвел результат был один триммер не заводился максимум что я добился вы можете видеть на экране поэтому было принято решение на сегодня закругляться и завтра приехать с новой свечой на следующий день взяв с собой хорошее настроение и новую свечу в предварительно просушенную за ночь камеру сгорания я вкрутил свечу также я подкрутил подачу топлива в карбюратор все эти действия быстро бы заняли успех так как триммер завелся и мы можем с него приступить к дальнейшей обкатке триммера теперь давайте рассмотрим порядок действий при обкатке мото косы первое необходимо развести топливную смесь согласно инструкции производителя второе завести бензокосу и первые пять минут дать ей проработать на холостом ходу но каждую минуту делать прогазовку не надо резко нажимать на клавишу газа так как может заклинить тегла в карбюраторе она также нуждается в притирке третье затем нужно заглушить двигатель и дождаться пока он не охладится на это займет 10-15 минут четвертом после этого нужно завести мутокосу и приступить к работе но начинать надо с покоса мелкой травы косим 10-15 минут после делаем перерыв на 15-20 минут в таком режиме нужно отработать два бака топлива после обкатки необходимо взять ключи и подтянуть все винтики и болты которые у вас на виду после обкатки они могут немного развинтится и пятым после того как двигатель прошел обкатку то без перерыва можно работать 40 минут затем делать перерыв на 10-15 минут сегодня на помощь пришел мой друг Дмитрий он уже не первый раз тут хочу сказать ему большое спасибо за помощь ракурс выбрал не очень удачно но сейчас так не хватает солнца что я решил его ставить и поделиться им с вами сейчас мы откладываем на местности участки где в скором времени предстоит работать экскаватор под переменку что мы сейчас намечаем нам необходимо снять верхний растительный смол а по цепке кессон предстоит выкопить приемки глубиной 2 метра также нужно помнить что любая мутокоса любит максимальный оборот все механизмы работают по инерции это снижает нагрузку на нее в целом вот собственно и подходит концу наш рабочий день вы были на канале лиутский хаос подписывайтесь комментируйте оставляйте лайки до скорых встреч пока